Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня в выпуске. Как соблюдаются правила дорожного движения? Автоинспекторы проверили водителей, перевозящих школьников на наличие детских удерживающих устройств. Современные способы лечения хронической боли. Более 40 экспертов профессионального сообщества врачей приехали в Карачева-Черкесию. Автодороги Карачева-Черкесии готовятся к зимнему сезону. Успеют ли дорожники к зиме усилить безопасность дорог, ведущих к курортам республики? Оказать первую помощь попавшему в беду человеку в Черкесске прошел региональный этап чемпионата по оказанию первой помощи пострадавшим. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост председателя Совета Федерации. За годы работы на ответственном посту Валентина Ивановна зарекомендовала себя как опытный и мудрый политик, настоящий профессионал, преданный своей родине и ее гражданам. Первая в истории нашей страны женщина, возглавившая Верхнюю Палату парламента, вынесла и продолжает вносить огромный вклад в совершенствование законодательства. Укрепление российской государственности способствует реализации потенциала России и благополучию ее граждан, отметил Рашид Тимрезов. Автоинспекторы региональной столицы сегодня проверяли водителей, перевозящих школьников на наличие детских удерживающих устройств. За рейдовым мероприятием вблизи одного из образовательных учреждений Черкеска наблюдал корреспондент Артур Мкце. Утро. Автомобилисты региональной столицы уже спешат по своим делам. Кто-то по пути подвозит детей к 20-й гимназии. При этом, увы, далеко не всегда заботясь об их безопасности. Впрочем, на этот раз сюрпризом для многих стала профилактическая проверка сотрудников госавтоинспекции. На территории Республиканского центра проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Автокресло». Мы останавливаем наших водителей, объясняем. В первую очередь, мы должны предупредить наших водителей, чтобы они пристегли ремнями безопасность и сажали в автокресло своих детей. Потому что безопасность детей, соответственно, отвечаем не только мы, но и родители. По мнению полицейских, именно от старших зависит, будут ли юные горожане знать правила дорожного движения и соблюдать их в любой ситуации. Стражи порядка регулярно проводят рейды на улицах Черкеска, а также профилактические беседы с различными категориями населения. Но для мальчишек и девчонок главным авторитетом являются их родители. Каким будет поведение на дороге взрослых, так поведут себя и их дети. В большинстве случаев. Мы предупреждаем, что действительно желательно их пристегивать ремнями безопасности так называемыми треугольниками. То есть это спасает. Мы во всех школах и во всех садах объясняем, рассказываем детям, что это действительно безопасно. Я, как сотрудник полиции, приходя туда, да, действительно, они там начинают смотреть, о, дядя полицейский пришел. Интересно, но они не выполняют того, что я им объясняю. Даже тот же переходить в нужном месте, они просто повторяют за взрослыми. Взрослые, соответственно, тоже нарушают. Отсутствие удерживающего детей устройства может привести к финансовым потерям в виде штрафа в 3000 рублей. А учитывая довольно большое количество дорожных происшествий в регионе с участием юных пассажиров, наличие и использование подобного приспособления, думается, было бы не лишним со всех сторон. Я привожу ребенка каждое утро в школу. Мы обязательно пристегиваемся. Ребенок сам следит за этим. Сразу садясь в автомобиль, он пристегивает ремень безопасности. Так как эта тема для нас очень важна, мы эту тему всегда дома обсуждаем. Но у нас большинство водителей, к сожалению, о детях, ну, может, они думают, что смогут предотвратить что-то, но ведь не всегда можно предугадать, что произойдет по этому. Конечно, дорожное движение, оно очень опасно в любом случае. Поэтому, я думаю, родители должны думать о безопасности своих деток и всегда пристегивать ремень безопасности. Это очень важно. Как видим, некоторые автомобилисты прекрасно понимают, что правила перевозки детей придумали именно для безопасности юных пассажиров. Впрочем, как показал нынешний рейд, подавляющее большинство людей продолжают рассчитывать на авось, интуицию и водительский стаж, которые могут в любой момент подвести и привести к трагическим последствиям. Кто в таком случае будет виноват? Видимо, кто угодно, но только не сам нарушитель. Артур Махцер, Ренат Муков, Вести, Карачао, Черкесия. Современные способы лечения хронической боли обсуждались и рассматривались на первом слете экспертов Ассоциации интервенционного лечения боли, который прошел в поселке Романтик. Ассоциация объединяет врачей различных специальностей – неврологов, анестезиологов, нейрохирургов, травматологов, ортопедов, психиатров и онкологов, которые владеют наукой управления и усмирения хронической боли. Как они это делают, узнавала Фатима Даурова. Более 40 экспертов профессионального сообщества врачей, практикующих современные малоинвазивные интервенционные методы лечения боли, собрались на первом слете в истории Ассоциации, чтобы поделиться опытом, наработками в своей области, увеличить информационную базу. В России активно развивается это направление, достаточно молодое направление, где-то с 2014-2015 года. И оно растет, появляется все больше клиник, центров лечения боли. И вот здесь мы собрались, у нас здесь такая экспертная встреча, то есть у нас ассоциации проводят достаточно много, около 11 мастер-классов, мероприятий ежегодно, образовательных, но они больше направлены для обучения начинающих специалистов. А здесь экспертное мероприятие, приехали эксперты, это лидеры в своих регионах для того, чтобы... Проблема сложная, и для нас очень важно встречаться, обмениваться информацией, делиться своим опытом именно по самым сложным вопросам. По статистике, 20% населения Земли, это каждый пятый человек в мире, страдает от проявления хронической боли. Современная медицина располагает обширным арсеналом методов управления болью. Интервенционное лечение – это малоинвазивные хирургические вмешательства, с помощью которых осуществляется точечное и прицельное воздействие на проблемную зону, являющуюся источником болевого синдрома. Дисциплинарный подход. То есть у нас в нашей команде обязательно врач-нерохирург, невролог, травматолог, реаниматолог, психотерапевт, психолог, реабилитолог. То есть каждый врач знает свою работу. Плюс мы используем разного рода интервенционные техники. То есть это, если говорить простым языком, то есть внедрение. Это могут быть всем известные блокады или же введение препарата точечно в цель, в зону, которая наиболее болезненная и вызывает дискомфортные ощущения. Стал формироваться такой когорт целых специалистов, так называемых специалистов в области медицины боли, которые владеют целым пластом таких знаний в области разных областей медицины, немного в области ортопедии, немного в области нейрохирургии, неврологии, анестезиологии, реаниматологии, которые способны обеспечивать вот такой преемственный подход к этим пациентам и помогать самым сложным пациентам, которым не удается получить помощь на уровне первичного звена. К алгологу обращаются, если не получается избавиться от боли стандартными способами. Задача этого специалиста – помочь уменьшить боль, которая вызвана физиологическими или психологическими причинами, повысить качество жизни пациента. Инновационные методы и современный подход к лечению позволяют усмирить хроническую изматывающую боль. А как этот процесс довести до совершенства, обсуждали топовые специалисты и эксперты в области интервенционного лечения. Мы в первую очередь работаем не над излечиванием болезней, с которой ничего нельзя сделать, а для того, чтобы люди жили без боли, комфортно, могли не только в повседневной жизни не чувствовать боль, но и заниматься любимым спортом, ходить на работу и бегать за внуками. Получается очень по-разному, зависит от того, насколько долго человек страдает и какова причина боли. Иногда нам удается полностью ее купировать за один визит, иногда нужно несколько визитов. Так или иначе, мы своих пациентов не бросаем, и многие из них с нами уже многие годы ходят к нам регулярно и наслаждаются жизнью. Ведущие специалисты ассоциации в течение нескольких дней постигали новые знания в науке управления болью. Возможность живого общения и обратной связи во много раз увеличивает качество обучения. Благодаря таким встречам появляются новые идеи, намечаются планы и ставятся задачи, которые нужно выполнить. Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Федеральные дороги Северного Кавказа на 77% готовы к зимнему сезону. Об этом сообщают в Управлении федеральных дорог Кавказ. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения реализуют комплекс мероприятий в рамках зимнего содержания федеральной сети дорог СКФО. Управление федеральных автомобильных дорог Кавказ задействует 520 единиц дорожной техники. Отметим, что особое внимание дорожники уделяют обеспечению безопасности проезда по популярным туристическим маршрутам, горнолыжным курортам Кавказа, таким как Архыз, Дамбай, Тиберда и многие другие. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим. Не переключайтесь. Аптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 929 860 8036. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных горных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 14. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 7, а днем 17-22 градусов тепла и местами до плюс 14. В северных районах высокая пожароопасность. Черкесске ночью слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 11-13, а днем 19-21 градусов тепла и высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. Росгвардейцы уничтожили обнаруженные в Карачаево-Черкесии боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Группа разминирования ОМОН «Мустанг» к управлению Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике обследовала и обезвредила боеприпасы, обнаруженные на леднике Птыш в поселке Домбай. Об опасной находке правоохранителям сообщили туристы. Сотрудники полиции обеспечили охрану места происшествия. Прибывшие росгвардейцы идентифицировали предметы, как артиллерийские снаряды немецкого производства времен Великой Отечественной войны. С соблюдением всех мер предосторожности опасные предметы были вывезены на безопасное расстояние и уничтожены накладным зарядом. Каждый может оказаться в ситуации, когда необходимо оказать первую помощь попавшему в беду человеку. И от ее своей своевременности и правильности может зависеть не только здоровье, но и жизнь человека. В Черкесии прошел региональный этап чемпионата по оказанию первой помощи пострадавшим. Состязались 11 команд победителей муниципального этапа. Команда победителя будет представлять Карачева-Черкесию на всероссийском этапе чемпионата. За соревнованиями наблюдала Мадина Каракитова. Шесть минут дается командам на выполнение тестового задания на знание теоретической части соревнований. Оно состоит из десяти вопросов, на которые предлагается по несколько вариантов ответов, из которых команды должны выбрать один и единственный верный. Команды заметно волнуются, но в то же время уверенно принимаются за работу. Первой проходит испытание команда из Малокарачаевского района. Полушать на мастер-классе то несложно. При задании вопросов были сведения сложности. Нам давалось шесть минут, но мы справились за две-три минуты. Всего этапа в три. Следующие два предполагают командное состязание на решение ситуационных задач. Легенда следующего задания. Субботник, в котором принимают участие школьники. При сильном ветре, упавшей с дерева веткой, повредила ногу одному из учеников. Другой же, при попытке увернуться, неудачно упал и повредил нос у него сильное кровотечение. Третий участник школьного субботника при виде крови потерял сознание. Еще один ученик, увидев пострадавших одноклассников, стал сильно нервничать. Человеку плохо. Помогите, пожалуйста. От участников соревнований требуется правильно и своевременно оказать первую помощь всем пострадавшим. Идеально справились с этим этапом участники из школы села Садовое от Ихабльского района. Команда действует одновременно, слаженно, точно. Каждый комментирует свои действия. Звонишь в скорую помощь. Говоришь, что человек без сознания, но с дыханием. Я должна положить человека в восстановительное положение. Чтобы это делать, я должна ближнюю руку на 90 градусов перетянуть. Дальнюю руку, ты мне все равно этот тоник поставить к щеке. Дальнюю руку должна ссорить в колено. И аккуратно, придерживая голову. Потом аккуратно я поднимаю голову, чтобы освободить дыхательные пути. И сижу за его состоянием, пока не приедет скорая помощь. За этот этап команда получает высший балл. Модератор хвалит ни одной ошибки. Молодцы. Изабыла Каркмаза уверена, что это итог слаженной работы всей команды. Самое главное в такой ситуации – это не паниковать и правильно распределить роли. Наш командир распределил роли. Одному дали следить за человеком, у которого кровоотечения. Другому проверять сознание. Третий он накладывал шину. И четвертый успокаивал человека. Пятый вызвал скорую помощь. Мы работали слаженно и у нас все получилось. На самом деле сложно не было, если ты знаешь, как оказывать первую помощь. И мы справились действительно хорошо. По условиям следующего этапа соревнований, командам необходимо было оказать помощь поперхнувшемуся человеку. Состязались в умении оказывать первую помощь 11 команд. Это команда победителей муниципального этапа соревнований. И сегодня они состязались за звание лучшей. Проект «Первая помощь» реализуется во всех субъектах России, рассказывает заместитель председателя регионального отделения Общероссийского государственного движения детей и молодежи Движение первых Ахмат Барлаков. Это флагманский проект Движения первых. Реализуется данный проект уже второй год подряд и показывает неплохие результаты. По итогам прошлого года даже были кейсы, когда ребенок, прошедший обучение в рамках данного проекта, в экстренной ситуации мог сориентироваться, собраться и оказать помощь ближнему, что непосредственно является тем результатом, к которому мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок знал, как можно помочь другому человеку, который оказался в беде. Реализуется проект совместно с региональным отделением Красного Креста. Лариса Бавтрюк, представитель Красного Креста, считает, что каждый человек должен обладать навыками оказания первой помощи. И такие соревнования – это возможность проверить и закрепить эти очень нужные умения. Лариса Бавтрюк, наблюдавшая за ходом выполнения предложенных заданий, с удовольствием отмечает подкованность школьников в вопросах оказания первой помощи пострадавшим. Ребята очень владеют хорошо навыками всеми, подготовлены. Каждый руководитель серьезно подходит к данному мероприятию. И ребята, я считаю, очень даже хорошо подготовлены. Но третий этап подкажет уже результаты на финале. Но соревнования на то и соревнования, что в них может быть только один победитель. И он будет представлять Карачаево-Черкесию уже на всероссийском этапе проекта, который пройдет в Саранске в ноябре. И это команда из Зеленчугского района. Мадина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Более 12 тысяч детей отдохнули этим летом в детских лагерях Карачаево-Черкесии. В этом году ребят принимали 110 лагерей, в том числе 7 загородных, 2 палаточных и 101 школьных с дневным пребыванием детей. Здесь были созданы современные, комфортные и, самое главное, безопасные условия для каждого ребенка. Отдохнули в Карачаево-Черкесии также дети из Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики. Отметим, что ребята приезжают в республику уже не первый год. Этим летом для 750 юных старобельцев создали 6 профильных смен. Кроме того, впервые Карачаево-Черкесия приняла у себя 257 детей из Белгородской области. Ребята смогли отдохнуть и набраться сил в загородных детских лагерях Тамбае и Тиберды. Также был организован отдых за пределами республики, а именно на Черноморском побережье в Анапе. Цифровая экосистема МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. В числе самых первых и популярных, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли курорты Карачаева-Черкесии. Так, Архыс вошел в тройку лидеров по количеству посещений. На него пришлось 14% визитов, на курорт Домбай пришлось 4%. При этом курорт Архыс вошел в пятерку лидеров по росту популярности. Прирост числа туристов год к году составил плюс 36%. Эти места привлекают все больше гостей в летний сезон. Чтобы всем жителям и гостям республики было комфортно отдыхать в любой туристической точке Карачаева-Черкесии и иметь доступ к высокоскоростному интернету, планомерно улучшается качество связи и обновляется оборудование. Легкоатлеты Карачаева-Черкесии завоевали бронзу первенства России. В соревнованиях приняли участие 433 спортсмена из 26 регионов России, в том числе легкоатлеты, юниоры и иск нашей республики. Уже завтра в Черкесске состоится большой сольный концерт известного исполнителя, заслуженного артиста Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии Астемира Апанасова. Он исполнит всем полюбившиеся хиты и новые песни. Концерт пройдет во Дворце культуры Черкеска, начало в 19 часов. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Дама с собачкой». Всего доброго, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!